Друзья, всем привет, с вами Яков. Те из вас, кто играет в Diablo 3, могли заметить, что установлен уже новый рекорд в ладерной таблице при закрытии 150-го великого портала. Ну, во всяком случае, новый рекорд после обновления ладера. И там на выходе уже получается новая мета. Новый дамагер, убийца боссов, это некромант, который использует сет наследия кошмаров, а также новый дамагер, чародейка, который также использует сет наследия кошмаров. Так вот, что касается некромантов, в принципе, этот убийца боссов собран через лонзборочку и через шипы. Ну и в принципе, к этому персонажу никаких вопросов нет. Так как, согласно новым цифрам наследия кошмаров, этот персонаж задамажить боссов может. Ну, во всяком случае, на высоких порталах. Ну, во всяком случае, эта картинка правдоподобная. Но что касается визарда, то тут ситуация вообще очень-очень странная. Потому что если открыть профиль и посмотреть билд, с помощью которого человек якобы дамажил трэш, то тут появляется какой-то вопрос. Ну я во всяком случае, когда посмотрел на эту сборочку, у меня волосы стали дыбом. Ну и тут возможны несколько вариантов. Или же появились какие-то багованные механики нанесения урона. И честно говоря, я думаю это маловероятно. Потому что в чароде откуда-то камушек-головорец взят. Используются ересные копии, которые никогда в принципе не дамажили. А также используется умение энергетический вихрь. При этом используется наручий, но не используется меч, который как раз-таки эти вихри бафает. И многие уже пытаются собрать данную сборочку и говорят, что она нифига не дамажит. Так вот тут как раз-таки я вижу другую ситуацию, которая возможно была при закрытии этого великого портала. Что вполне возможно эта чародейка дамажила этот портал, допустим я не знаю, метеоритами, или через ларашу, или через допустим огненную птицу, или же допустим через ту же лон сборку, то есть через сет на теле кошмаров. То есть что они сделали? Они запустили великий портал, ну и побежали собственно говоря этот портал. Он упрокнул и они начали его чистить. Как только они защистили весь великий портал и появился босс, допустим чародейка выходит в меню. Выходит в меню, ливает из группы. В принципе пошагово эти действия я вам сейчас и показываю. Так вот потом этот чародейк покинул пати и зашел в одиночную игру. Зашел в свою одиночную игру и переоделся уже немножко в другую сборочку. Вполне возможно что в заранее подготовленную. Затем он попросил, чтобы его позвали обратно киргруппу. Он в группу зашел и уже под новой сборкой. Раньше в Диабл 3 существовал баг, что мы могли так переодеваться и возвращаться в игру. Потом все это дело пофиксили. И теперь когда персонаж переодевается, он в портал попасть не может. Но он может находиться при этом в группе. Ну и самое главное, что на момент закрытия великого портала, то есть когда Некроман добил уже босса, этот чародейк с новой сборкой был уже на сервере. А значит что ему и рекорд зачтется. Вот как раз после того, как уже был убит босс, вот этот чародейк как раз может в этот портал и зайти. Он в этот портал может зайти, прапать самоцветы, подобрать как раз таки лут. Но ему естественно будет засчитан рекорд, потому что во-первых он находился в группе, когда этот портал запускали, а также находился в группе, когда этот портал закрывали. Но соответственно, что в ладере, что в его оболочке, будет находиться тот билд, та кипировка, которая была на персонаже на момент закрытия портала. И вот как раз таки именно эта версия, мне кажется, гораздо правдоподобнее. Так как сами посудите, никакие умения не бафали, не бафали и какие-то предметы, которые улучшали определенные скиллы, просто апнули некоторые сеты, включая наследие кошмаров. А следовательно, никакие отличные скиллы, то есть другие скиллы, кроме Метеорита, дамажить сейчас так мощно не могут. А тем более те скиллы, которые бафаются головорезом. Так что, дорогие друзья, вот такая вот получается у нас новая мета. Назвать это багом я в принципе не могу, потому что по сути этот игрок ничего не нарушил. Его могло просто выкинуть из игры, он потом зашел себе в одиночную игру, просто решил поменять билд, а в итоге говорят, что пати там убивает босса. Он опять-таки в эту группу вернулся, только уже под другим билдом, ну и подождал пока босса добьет некромант. Никаких улучшений, никакого преимущества, просто вот такая кореба механика в Диабл 3 при подключении на сервера. Как-то так, друзья, как-то так. Что вы о всем этом думаете, пишите в комментарии под роликом. Ну а я с вами прощаюсь, благодарю вас за внимание за просмотр и желаю удачи в сезонном походе. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на ютубе, вступайте в группу вконтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока. Субтитры сделал DimaTorzok